Два, три, пять! Эти маленькие человечки еще не сделали своих первых шагов, зато вполне освоились в водной стихии. Начиная с двух месяцев, малышей здесь обучают плавать, задерживать дыхание под водой и даже преодолевать подводные препятствия. Это колоссально воздействует на их организм, то есть это помогает откорректировать какие-то физические состояния и, помимо всего прочего, хорошо помогает развиваться головному мозгу, что влечет за собой хорошие интеллектуальные сдвиги. Начинать заплывы можно сразу после того, как у младенца заживет пупок. В течение первых трех месяцев жизни для уроков плавания вполне подойдет обычная домашняя ванна. Самое важное на первых порах – дать возможность малышу привыкнуть к воде и ощутить доверие к ней. Мама должна передать ребенку свое спокойствие и уверенность, тогда ему понравится плавать. Тем более, что до рождения он пребывал именно в таком плавающем состоянии в животе у мамы. Получается, 5 месяцев мы занимаемся. В основном мы пришли сюда, потому что нам порекомендовал педиатр, чтобы общее развитие ребенка было, чтобы мышцы расслабились. Ну и в целом я замечаю, что есть позитивный эффект от этого. Такая аквагимнастика может послужить прекрасной альтернативой детскому массажу. Тут гармонично прорабатываются все мышцы и суставы. Кроме того, мамочки отмечают, что в дни занятий малыши лучше спят и кушают. Именно убедившись в эффективности программы на личном опыте, Наталья решила делиться знаниями с другими родителями. Мы начали заниматься с нашим третьим ребенком, с нашей доченькой, вот как раз таки 7 лет тому назад. И настолько как бы это нас вовлекло, потому что мы увидели колоссальные способности, возможности. Мы поняли, что в этом ребенок может настолько раскрыться, и это так замечательно воздействует на его организм, что мы решили это продолжить и заниматься с остальными малышами. Помимо очевидной пользы для здоровья и развития деток, многих мам привлекает еще и возможность восстановиться после родов. Ведь занятия требуют немалых физических усилий. Бывает, что занимаются и папы. Однако это скорее исключение из правил.